Всем привет, это Музон, программа Backstage, и я, ее ведущая Элика. Мы рассказываем вам историю самых лучших видеоклипов. И сегодня мы поговорим о хорошем и добром клипе «Атам Азем». «Атам Азем» переводится с казахского языка как «бабушка и дедушка». Все мы очень сильно любим своих бабушек и дедушек. Вот так и певица Калия давно мечтала посвятить песню своей «Аташке» и «Азешке». Эту песню я посвятила своим родным бабушке и дедушке, которые вырастили, воспитали меня. Я их называла «мама-папа». К сожалению, этих мне близких людей уже нет в живых 25 лет, как они скончались. И настолько, настолько яркими образами они остались в моей жизни, настолько большое влияние они оказали на меня и на становление меня как личности. И вообще, наверное, они подарили мне столько любви, которой хватает мне до сих пор. Любви, восхищения всего. То есть я себя чувствовала самым счастливым, любимым и желанным ребенком в мире. Конечно, инициатива происходила прежде всего от самой Калии, потому что она очень долгое время рассказывала. С первых дней нашего знакомства Калия очень открытая такая девушка. Я практически знала про всю ее жизнь. Конечно, в допустимых, так скажем, рамках. Я знала, что она воспитывалась у бабушки и дедушки. Именно поэтому песню посвятила первым делом она своим Атам и Айзем. Основная идея клипа – передать через него ценности семейных отношений. Когда мы думали о том, что же мы можем показать в этом клипе, мы понимали, что нам нужно просто прославить простые семейные ценности. Простые отношения между людьми, между отцом и сыном, между матерью и дочерью, между дедушкой и бабушкой, внуками. Просто прохожими, где люди друг другу улыбаются. И наш мир станет хоть немножко, но светлее. Он получился в таком духе, как я себе так и представляла. В духе тех времен, когда жили ее родители, когда ее Аташка с Азекой жили. Все очень даже получилось в самый раз. Для того, чтобы найти кадр с эмоциями, были задействованы архивные материалы. Мы обратились к архивам, и было очень сложно работать с архивом. Проработали над архивом три месяца. В чем была сложность? В том, что в советское время очень мало снимали людей. Простые человеческие эмоции, они мало где были запечатлены. Мы хотели показать вот такое, скажем, наше советское прошлое. И именно не то, чтобы советское даже прошлое, а именно вернуться к тем временам, когда люди были гораздо добрее друг другу. Было очень тяжело найти настоящие человеческие эмоции. Найдя там буквально какие-то кадры, где люди друг другу проявляют какие-то чувства, мы просто, я не знаю, прыгали до потолка от счастья. Потому что это были такие ценные, ценные, ценные кадры. У каждого из нас возникают свои эмоции и чувства при просмотре данного клипа. Мне кажется, что видео получилось очень теплым, светлым. И те, кто видит, кто-то видит себя маленьким ребенком, да, и скучает по своим дедушкам, бабушкам. Кто-то видит свою молодость. Кто-то просто ностальгирует по каким-то тем временам, которые прошли. Ностальгия – это, наверное, одна из самых сильных вещей в творчестве, когда ты пробиваешь людей на ностальгию, то ты добиваешься того, что вот прям вот называется точку. Здесь все вот аккуратненько, чтобы и слух ласкал, да, чтобы приятно было слышать не только нашим родителям, но и нашим Аташкам и Азекам. И Нурлан к этому отнесся с такой ответственностью, так, по-нашему, с казахскими нотками. Давайте же прямо сейчас посвятим своим бабушкам и дедушкам несколько минут и посмотрим вместе с ними клип «Аттам Азек». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok